В эфире новости губернии в студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. И сначала коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К труду, обороне и здоровому образу жизни готовы. В Самаре открылась первая специализированная площадка для сдачи норм ГТО. Какие привилегии дает золотой значок, узнали наши корреспонденты. От 18-ти и старше разговорный английский и желание работать в команде. В Самаре стартовал набор волонтеров на Чемпионат мира по футболу-2018. Автографы на символичном мяче поставили футболисты Крыльев и посол Чемпионата от Самары Сергей Войтенко. Кого возьмут в добровольца, узнала Алена Алешина. Три, два, один! Волонтеры Чемпионата мира по футболу! Волонтерская кампания Чемпионата мира по футболу-2018, которая стартует сегодня во всей стране, обещает стать самой масштабной. Только в Самаре для помощи национальной сборной и болельщикам будут отобраны 1300 волонтеров. Конкурс большой, примерно 10 человек на место. Еще 1800 добровольцев будут работать с футбольными фанатами в городе. Главные требования – 18 плюс для волонтеров чемпионата и 16 плюс для городских волонтеров. Разговорные английские приветствуют сознание других иностранных языков. Стрессоустойчивость и навыки работы в команде. Волонтерский опыт – дополнительный плюс копилку потенциального кандидата. Впрочем, и добровольцев есть еще пара лет, чтобы подтянуться. Аспирантка Лиза Зуева уверена, ее знания будут кстати. Девушка хотела бы встречать гостей чемпионата в аэропорту Курумыч. Я очень хорошо владею английским языком. Спасибо моей учительнице. Я изучаю немецкий и буду изучать испанский специально к чемпионату. Помимо языковых услуг, помощь волонтеров понадобится в проведении церемоний, протокольных мероприятий, сопровождении футболистов на допинг, контроль и работы с болельщиками. Самые достойные будут работать с футбольными командами, вип-персонами, в том числе членами ФИФА. Телефон в волонтерском центре не умолкает. Постоянно звонки на протяжении всего рабочего дня. Люди просят и пытаются узнать, что нужно сделать, чтобы стать волонтером. Для начала подать заявку в интернете. Одну из первых регистрацию проходит студентка Ольга Юлова. Данные о себе, о том, занимался ли ты раньше этим и почему-то большие интересы. Еще фотографии загрузить, поэтому времени растет много. Желающие должны пройти психологические онлайн-тесты и подтвердить знания английского. Следующий этап – личное собеседование. Оно и решит дальнейшую судьбу кандидата. Призываю всех наших жителей Самарского края, Самарской губернии, регистрируйтесь на сайте волонтеров. Будьте с нами, будьте с чемпионатом мира. Ведь волонтерам будет очень почетно, престижно и очень радостно. Потому что здесь будет такое происходить, что не сказки сказать, не первое, а писать. Все данные будут стекаться в волонтерский центр, который открыт при Самарском университете. Алена Алешина, Дмитрий Столяров. Новости губернии. И уже вечером футбольные баталии развернулись на площади Куйбышева. Там проходит турнир «Футбол в сердце Самары». Он приурочен к предстоящему чемпионату Европы во Франции. На газоне не профессиональные футболисты, а болельщики. 24 команды по числу участниц Евро будут представлять страну, которая достанется по жребию. Первые матчи сыграли команды Румынии и Франции, Албании и Македонии. Здесь у нас планируется в 2018 году проведение фан-феста на данной площади. И у нас уже стала такой хорошей традицией ежегодно. Мы флаем поле на площади Куйбышева, и оно становится такой мега-футбольным местом для всех жителей нашего города. Нам досталась команда Франции, и ее будем представлять в этой группе. Ну вот наши соперники сзади смеются. Не знаю, будем играть, пробовать. В этот тик каждый вечер, а в выходные весь день бутсы наденуты девушки, а также юные футболисты. Завершится турнир в день официального открытия футбольного первенства 10 июня. И к другим темам. Разборки в лучших традициях 90-х в промышленном районе Самары не состоялись. Помешали полицейские. Правоохранителям поступила информация о том, что готовится встреча представителей двух криминальных групп. Предварительная версия. Двое молодых людей повздорили и призвали на помощь друзей, чтобы урегулировать конфликт. Друзья приехали на дорогих машинах с бейсбольными битами и автоматами. В итоге сотрудниками по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска областного главка при поддержке бойцов СОБРа задержаны 30 человек, жители Самары и Тольятти в возрасте от 30 до 50 лет. Они пытались оказать сопротивление полицейским. Обнаружено и изъято 10 единиц травматического оружия. Проводится проверка. И продолжаем выпуск. В Самарской области запускают пилотный проект ранней помощи детям-инвалидам. Предполагается, что для семей, в которых есть особенные дети, будут создавать индивидуальную программу комплексной помощи. О новой практике узнала Татьяна Пудова. Это инкубаторы для недоношенных младенцев. В них создают среду, максимально приближенную к той, в которой ребенок жил в утробе матери. Аппарат обеспечивает дыхательную поддержку новорожденного. Среди детей, которые появились на свет раньше срока, высок процент инвалидности. Детский церебральный паралич, слепота, глухота, умственная недостаточность. И к такому оказываются готовы не все взрослые. И в роддоме пишут отказ. Стали выхаживаться те дети, которые раньше не выживали. Это закономерно, что, естественно, если ребенок родился с весом 500 грамм, у него риск развития тяжелых заболеваний и впоследствии получения инвалидности намного выше, чем если ребенок родился с нормальным весом. Здесь очень важно обеспечить систему взаимодействия между всеми структурами, между всеми ведомствами. Сегодня врачи спасают практически всех малышей, достигших килограммового веса, и выхаживают 70% детей с экстремально низкой массой тела. Сейчас межведомственная рабочая группа готовит пилотный проект по формированию ранней помощи детям-инвалидам. Новая практика, уверяют специалисты, поможет снизить количество отказов в роддомах. За основу проекта берут опыт зарубежных стран и ведущих регионов, в том числе и Самарской области. Весь этот опыт соединить в единую систему, чтобы вот этот равнодействующий вектор позволил нам выстраивать эту работу более эффективно и на основе современных подходов. Конечно, здесь для нас очень важно воспользоваться и федеральной поддержкой. И вот мы сейчас создаем те механизмы, которые позволят нам в ближайшее время претендовать на то, чтобы самые современные подходы в этом направлении были поддержаны со стороны федерального центра. Ежегодно в реабилитационных центрах получают услуги более 4,5 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. В начале года инвалидность получили 9405 детей в возрасте до 7 лет. Это на 94 ребенка меньше, чем в предыдущем. А показатель детской инвалидности в регионе ниже, чем в целом по стране. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатарцев, Новости губерния. И сегодня во всем мире Международный день защиты детей. Праздник был учрежден в Париже решением Конгресса Международной Демократической Федерации Женщин. И впервые его отметили 1 июня 1950 года. Во всем мире в этот день проводят праздничные мероприятия и социальные акции. С поздравлением к жителям Самарской области обратился губернатор. Он отметил, что в 2015 году зарегистрирован самый высокий показатель рождаемости в регионе в 21 веке. За последние пять лет почти в два раза выросло число многодетных семей. Руководитель области также подчеркнул, что региональное правительство уделяет большое внимание защите жизни, здоровья и прав каждого ребенка. Активно строятся новые детские сады, школы и создается современная материально-техническая база для занятий спортом. Одаренным школьникам со всей области вручили именные премии губернатора. На награду в этом году претендовало 370 человек, но присудили ее 60 самым талантливым. В направлении 5 искусство, наука, образование, спорт и общественно значимая деятельность. А тех, кто еще аттестат не получил, а уже создает технологии будущего, Татьяна Пудова. Вообще собирать робота, этому не научишься. Это либо дано, либо нет. Единственное, чем можно учиться, это программирование. Собирать Зину, как ласково зовет этого робота Александр Андреев, молодой конструктор, начал несколько месяцев назад. Она настоящий чемпион по танцам. В голову встроен микропроцессор, что позволяет оценивать ситуацию на месте. Вместе со своим напарником Георгием Павловым Саша готовит новый проект «Робот-калькулятор». Давать задания ему можно будет с помощью голоса. Занимается этим все свободное время. За эти технологии юный программист получил именную премию губернатора в размере 12 тысяч рублей. Деньги в пустую тратить не собирается. Премию в копилку, диплом, в портфолио. Если можно заниматься в будущем, это будет хорошая работа, это важно. Имена – премия губернатора награда, которую вручают лучшим лауреатам всероссийских и международных конкурсов. Нынешние лауреаты уже вписали свои имена в историю Самарской области. Они уже вошли в состав интеллектуальной, ученой, художественной, творческой, спортивной элиты нашего края. Лауреаты были самого разного возраста, от 12 лет и до 19 лет. Дети и подростки занимаются любимым делом, развивают свои таланты. Мы очень надеемся, что их таланты будут служить благу Самарской области. С 2003 обладателем премии стали 670 одаренных детей и подростков региона. Сегодня к ним прибавилось еще 60 юных талантов. Главная задача – поддержать и создать условия, чтобы дети, когда вырастут, не захотели уезжать, а остались работать в нашем регионе. Татьяна Кудова, Дмитрий Алатарцев, Александр Дудко. Новости губернии. В Самаре, в поселке Мехзавод, для детей и взрослых открылась специализированная спортивная площадка. Здесь, под наблюдением сертифицированных арбитров, можно сдать нормы федерального комплекса ГТО. А для чего все это нужно, знает Николай Козлов. У КАТКа в поселке Мехзавод появилась новая спортивная площадка. Да не простая, а специализированная. На ней можно сдавать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТОВК ТРУ и ОБОРОДЕ. Это одна из трех площадок, которая в рамках госпрограммы развития физкультуры и спорта Российской Федерации и госпрограммы Самарской области была построена в Самаре. Одна такая площадка у нас открылась в Чапаевске, одна в Отрадном. И в этом году, я надеюсь, мы тоже будем открывать такие площадки, на которые придут сдавать нормы ГТО не только школьники, как представители первого этапа, но и взрослые населения. Спортивное оборудование для площадки приобретено при поддержке Минспорта России. Но со временем, говорят ведомстве, подобные площадки появятся в каждом дворе. Ведь главное не сдать норму, а превратить занятие физкультурой в полезную привычку. Местная молодежь площадку успела и протестировать, и оценить перспективы от сдачи норм ГТО на «Отлично». Да, приду, попробую, сделаю норму ГТО. Ко мне сейчас подходили, ну сказали, чтобы в институт поступить хорошо, там, ну, для себя, позаниматься. Действительно, в прошлом году состоялись первые официальные сдачи норм ГТО. В них участвовали школьники 11-15 лет. 26 из них получили золотой значок. Они могут претендовать на получение дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения. Вот такой вот стимул оторваться от мониторов и заняться спортом. Николай Козлов, Александр Каракулько, Новости губернии. Тонометры с Wi-Fi, искусственные ткани кожи, умные капельницы, передовые технологии в здравоохранении увидите и даже попробовать на себе можно на выставке «Ваше здоровье». Она открылась сегодня в Экспо-Волге. Большинство участников – наши, российские компании. Что они предлагают, чтобы сберечь самое дорогое, увидела Нина Ванина. Профилактика сама по себе уже лечение. Сберечь здоровье и молодость участники предлагают с помощью новых технологий. Умные тонометры синхронизируют данные с приложением в смартфоне. Теперь давление всегда под контролем. Все три дня на выставке работают мобильные центры здоровья, где можно бесплатно пройти профилактическое обследование. Потом погоня за врачом, и когда уже поезд ушел, это будет сделать очень тяжело. Ну и следующее значение, все-таки я считаю, что мы должны показывать достижения нашей отечественной медицины, именно профилактической медицины. Наряду с выставкой в залах все три дня будет проходить большой медицинский форум для специалистов, для профессионалов, который будет поднимать все на сегодняшний день ключевые вопросы здравоохранения. Завтра, 2 июня, прямо в Экспо-Волге развернут мобильный пункт издачи крови. Все средства будут переданы благотворительному фонду. Выставка продлится до 3 июня. Нина Ванина, Александр Дудко, Новости губернии. Призы, подарки и конкурсы в День защиты детей. И не только по особому поводу. Куйбышевский НПЗ провел благотворительную акцию и концерт, на котором дружба без границ и исполнение желаний. Каких выяснил Виталий Портнов. Ура, партия! И целое лето впереди без учебы и домашних заданий. Хорошее настроение, вкусные подарки, конкурсы и концерт. Специально для школьников. В День защиты детей большой праздник. Надо защищать детей. От кого? От всех. Чтобы родители заботились о нас и помогали нам во всем. Помогает и Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Не только в организации праздников. Мячи, скакалки, развивающие игры. Для активного отдыха детей завод подарил самарским школьным лагерям. Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод традиционно уже много лет устраивает для детей праздник, который совместно с районом проводим на этой площади. Это и концерт, это и сладкие подарки, это различные конкурсы, аттракционы, это и открытие летних лагерей, для которых завод приготовил подарки. От роковой музыки до классики на благотворительном концерте солирует Денис Борискин. Любимым делом игрой на синтезаторе занимается уже пять лет. Когда мы сюда переехали, ко мне стал ходить педагог по музыке, потому что еще когда мы жили на Алтайе, я тоже занимался. У нас плавался синтезатор, и мне народ решил его подарить. И в благодарность получился этот концерт. Деньги на синтезатор собирали все сотрудники. «Дружба без границ» не просто концерт. По такому принципу работает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Постоянный организатор благотворительных акций. В прошлом году, в сентябре месяце, КНПЗ подарил Денис синтезатор новый. И мы решили для них сделать такой необычный, такой отчетный концерт. Подарить им вот такую радость. То есть дружба без границ, дружим всегда, дружим со всеми. Виталий Портнов, Вячеслав Потоцкий, новости губернии. Впереди еще один сюжет и прогноз погоды. А у меня на этом все. Увидимся. Детство это праздник и самый главный на нем, безусловно, дети. Отмечать с 1 июня с размахом уже традиция, говорят в детском саду номер 349. Сегодня в гости к ребятам заглянули веселый клоун, юморист Карлсон, Белоснежка и другие сказочные персонажи. В костюмах не приглашенные аниматоры, а воспитатели детского сада. Развитие творческих способностей детей, то есть артистизма, какого-то умения держать себя на сцене. То есть детки сейчас пошли такие, что им нужно показывать себя. Они хотят этого, то есть по ним это видно. И мы им предоставляем такую возможность. Дети, когда сами ставят концерты, то есть сами ставят постановки, сами выступают, это намного интереснее, чем нежели просто сидеть и смотреть на аниматоров. После праздничного концерта ребят ждут состязания на силу, выносливость и ум за каждое лепесток, чтобы в итоге получился символ детства, цветик-семицветик. Вслед за сказочными цветами в небо взмывают разноцветные шары. Субтитры создавал DimaTorzok